Девушки отдыхают На репетициях Саша полный космос. Ну, ты дивишься, виходит заспанный, таке, детальча, он что-то, намагается там мечать в твой микрофон. У прямого эфира, он собирается, он звездки вытягивает, притягивает силы в себя и виходит на сцену действительно бейцем. Просто он не мог, наверное, открываться людям, потому что кто-то может, там, не знаю, посмеяться. А на шоу он перестал бояться быть собой. И мне кажется, оно очень круто изменило его жизнь. Шурик! Ты в Москве? Надо сувениры какие-то купить, пойдем? Да полюбаться! Ищем. Прекрасно! Одевай! Каждый человек, первый раз, пустивший Москву, должен привезти матрешку, в конце концов, да, шапку, ушанку. Саш, давай! Смотри, смотри, не лезь в него! Побачу, в Кремле, скажи, все эти куранты, чеки. Звезду такую великую. Думаю, ну, колись, может, я там выступлю, что ли, если повезет. Весной будет 15 лет, как я приехала в Москву, и я постараюсь найти эту фотку, где я на Красной площади стою, вот так, как ты, в пуховичке, в такой вот позе. А теперь вот это, можно сказать, мой дом. Я не знала, как сложится моя судьба, но я уже точно знала, что я выбрала правильный путь. Вот. И мне хотелось просто поделиться с ним, как с близким человеком, кусочком своей личной жизни. Она приехала в Москву, а я приехал в Киев. И еще плюс, ну, она же была на фабрике зверок. Ну, а я приехал на X-Factor, очень просто, как-то сходится. Эта поездка мне придала веру в себя. И я, знаю, себя подбадрюшу. Если стараться, то можно добиться всего. Олександр Порядынский. От края до края небо в огне сгорает, и в нем исчезают все надежды и мечты. Но ты засыпаешь, и англ к тебе слетает, смахнет твои слезы, и во сне смеешься ты. Засыпай на руках у меня, засыпай, засыпай под пене дождя. Далеко, там, где небо кончается край, ты найдешь потерянный рай. Во сне хитрый демон может пройти сквозь деды, дыхание успящих он умеет похищать. Бояться не надо, Душа моя будет рядом, Твои сновидения до рассвета охранять. Засыпай на руках у меня, засыпай, засыпай под пене дождя. Далеко, там, где небо кончается край, ты найдешь потерянный рай. Далеко, там, где небо кончается край. Далеко, там, где небо кончается край, так, где небо кончается край. И в нем исчезают все надежды и мечты. Засыпай, засыпай, на руках у меня засыпай, засыпай под пене дождя. Далеко, там, где небо кончается край, ты найдешь потерянный рай. так, где небо кончается край, А, Сашуню, ты знаешь, когда судья принимали решение создать категорию «молодцы за 18», много кто ставился до этого скептично. Но мне кажется, теперь все уверены, что, когда есть что сказать людям, не имеет значения, сколько тебе лет, 15, 25 или 50. И это как раз все про тебя. Спасибо. Дякую тебе. А зараз до тебе звертается Валерий, який запытует. Саша, на некоторых фермах для повышения надоев включают классическую музыку. Как ты думаешь, твоя коровка станет больше давать молока, когда, вернувшись домой после «Х-фактора», ты начнешь ей петь и крутить записи своих выступлений? Думаю, да. Ну, у тебя и так они не были обделены увагою для тех, кто не знает. Сашко завжди спевает своим любимым тваринкам. Правда ж, Саша? Я не открыла секрет? Нет. Фух. Сергей. Хорошее исполнение, безусловно. Но я ждал коды, я ждал развития какого-то сумасшедшего. Три модуляции. Вот, но не дождался. Я ждал высоких нот в финале композиции. В третьем куплете. Вот, и ждал, ждал. Но что-то то ли побоялись сделать, то ли, не знаю. Но получился такой верняк, верняк. Так вот, спел, так, железобетонно, уверенно. Так вот, сделал. Вот. Ну, вещь, конечно, это трудно, безусловно. Она на возрастного, артиста на опытного. Но пока это такая вот первая проба, первый замах на серьезную балладу. Ну, в целом, неплохо для вот первого такого раза, конечно, это было хорошо. Спасибо. Спасибо, Сашко. Игоре? Не, справа на колькости модуляции, справа на тем, что не выстачало трошечки нерву и рвануть от там, на словах неба, в огне сгорает. А в целом, ну, я рад, что сегодня на краще выступили коллективы. И это правда. Спасибо. Серега. Спасибо. Когда взрослый, лысый, здоровый мужчина в эфире канала СТБ травит ребенка, когда он критикует его, это всегда плохо воспринимается зрителям. Но что должен делать здоровый, лысый мужчина, если ему не понравилось это выступление? И этот здоровый, лысый мужчина любит эту песню. Проблема в том, Саша, что тебе действительно не хватало нерва и понимания, о чем эта песня. Если все, что ты делал до этого, было замечательно, то сейчас это просто не по тебе оказалась песня, не по тебе, не по Сеньке оказалась шапка. Но ты в этом не виноват. Вот такое мое мнение. Дякую. Ира? А я считаю, что Саша справился на все 187,5%. Более того, более того, критика настолько закаляет. И еще в некоторых моментах помогает. Так что... Сашко, тебе от меня. Вот. И еще я хочу сказать, что как раз-таки акценты, даже не музыкальные, а человеческие, акценты понимания того, о чем Саша поет, были расставлены правильно. И я к этому, кстати, не имею никакого отношения. Это чистое Сашина понимание душой и сердцем того, о чем он поет. И Саша действительно прекрасно понимает, что в этой песне, в общем-то, какова суть. Саш. Дякую. Доржусь тобой. Доржусь тобой.